Сегодня утро, конечно, потрясающее задалось. Однажды у меня уже в детстве было подобное. Просыпаюсь я сегодня утром, а наши подписчики звонят нам и говорят, Дмитрий, вы видели, что в интернете творится? Тут телефонные звонки кругом. Ты видел, что творится по интернету? Я еще только встал, поздно лег вчера, да и у меня возможности там особо нет такой рассматриваю. Я сейчас на типа того домашнего ареста нахожусь. Почему? Потому что уже 7 дней, как я не выхожу с больнички, приходится ухаживать за волчицей, следить постоянно, потому что спокойно она сидит практически только со мной, скучает и тому подобное, чтобы следить, чтобы не разрезал лапы. А суть дела в чем? Ну, бурное утро от новости, скажем так. Почему? Потому что, когда сегодня мне сообщили о том, что хотят внести поправки в новый закон, который разработан наоборот для помощи животным, да, и как-то урегулировать этот вопрос, чтобы у нас в стране в конце концов-то навелся порядок по этому поводу, чтобы какая-то защита была для животных и тому подобное. И тут выясняется, что что-то они там перепутали, передумали и что-то неправильно вообще разрабатывали. А неких три личности решили внести поправки, то есть проголосовать за то, чтобы в нашей стране для вот таких вот ребят была эвтаназия. Причем эвтаназия, чтобы это было в каком плане? За счет чего? Чем они это оправдывают? Ну, то есть не просто так их укокошить, а помочь им. Вот в чем дело. Они решили им помочь. Каким образом помочь? Ну, они не получают ветеринарного обслуживания, они роются по мусорным бакам, то есть еды у них нет, они замерзают. Ну, что тут думать-то? Давайте им поможем, укокошим их, да и все. И весь вопрос решился, чтобы они не мучились. То есть вот такая вот помощь для животины придумана. И у меня вот все, что назад уложено вот так вот, вот так вот дыбом встало, наверное, от того, что я услышал. А почему? Потому что эта новость, наверное, подняла всю Россию. И вот я не знаю, как себя чувствуют те, которые додумались вообще это озвучить. У государства нет денег, давайте их всех под эвтаназию. Это что такое вообще умудренное вообще? Я хочу сказать, что это настолько вот законы сырые на самом деле, настолько они не проработаны, что люди не думают, о чем они творят. Ну, хорошо, под эту лавочку, под эту эвтаназию начнут попадать. Я понимаю, что палка о двух концах. Эта проблема действительно существует. Проблема в том, что, я согласен, есть агрессивные собаки, которые не дают прохода ни взрослым людям, ни детям возле школы. То же самое творится в нашей деревне Хохлова. И этот вопрос остро сейчас существует. Мы сегодня выезжали на отлов. К сожалению, машина сломалась, ничего там не получилось, грубо говоря. Но, тем не менее, попытки отловить этих собак присутствуют. То есть вопрос будет доведен до конца однозначно. И что я хочу сказать? Я понимаю, что есть агрессивные, а есть вот такие, которые никогда человеку агрессию не проявят. Они не могут попадать под эту раздачу. А под гребенку попадут все. Каким образом? Обычным. Я сейчас хочу рассказать то, что случилось в моем детстве, скажем так. И здесь вопрос в чем? Я вот этот вот случай помню, запомнил на всю свою жизнь. Мне было тогда лет 10, не больше. Во дворе нашего дома, это был военный городок, бегали собаки, с которыми я постоянно возился. Да и не только я, ребятишки с нашего двора, достаточное количество мучил их и здорово с ними играли. Но суть в чем заключается? Ну, как мучили? Это образно говорю, что затискивали их, в хорошем смысле слова. И вот однажды, когда я проснулся, а проснулся я от хлопков, от выстрелов, я подбежал к окну и увидел машину. Газон ехал такой, полубудка, будка с закрытыми дверями, в кузове машины сидит стрелок с ружьем охотничьим. Собака бежит, он ба-бах в нее, другой, который по улице идет, подбирает ее за заднюю лапу, зашвыривает в этот кузов, дверь открывается ее туда дальше. Пропихнули, едут, второй стреляет прямо с кузова и на моих глазах стреляет в собаку, с которой я больше всего проводил время. Мне, из-за того, что у меня с детства бронхиальная астма, мне родители не разрешали иметь собаку, естественно, я пользовался беспризорниками. То есть все беспризорные собаки были вокруг меня. И вот тогда, когда я увидел, как выстрелили в собаку, с которой я постоянно проводил время, дружил, можно сказать, общался и тому подобное, она упала на моих глазах. Я поймал такое состояние, мне просто дар речи снялся напрочь просто. Почему? Потому что я от беспомощности от этой ситуации, от того, что я увидел на моих глазах, я ничего не мог сделать. Вот эта беспомощность, она меня не только обездвижила, она меня и обезмолвила. Я встал колом, глаза только моргают вот так вот и все. Это я увидел в 10 лет. Вот при том времени, я 72-го года рождения, да, вот это значит в 80-х годах было. Вот в тот момент таким вот образом решался вопрос. Мы, слава богу, отошли от этого. Только-только начали набирать какой-то ум, разум, да, чтобы как-то из вот этого вот жестокого общества хоть чуть-чуть как-то приподняться в человечество войти. И опять туда же решили зайти. Но это, ну, вообще непорядок, честно говорю. То, что сейчас произошло, вот эта вот озвучка этого закона, это беспредел полнейший. Я очень благодарен президенту, если это вот его, скажем так, идея и, ну, как его контроль, что этого не случилось в нашей стране. Низкий поклон, честное слово. Вот уважуха по полной программе. И что я хочу сказать. Я сегодня вот сидел и очень надеялся. И мы даже словцами обсуждали в машине этот вопрос. Как этот вопрос пройдет. Вот, то есть пропустит или не пропустит, слава богу, он не прошел. Я надеялся на это, что он не пройдет. И слава богу, так и случилось. Вот сегодня можно уже к вечеру пару выпустить. Я думаю, это вздохнула вся страна, скажем так, после этого. Тряхануло нормально. Почему? Потому что люди понимают, к чему бы это привело. Слава богу, это не случилось. И в нашей стране нормальное правительство, которое все-таки смотрит не только за страной, но, скажем так, и за бедолагами присматривает. Это все нормально. Можно успокоиться теперь. Я очень благодарен всем людям, которые помогают нашему приюту, другим приютам. Просто в своих дворах кормят животных. Он отработал 12 часов где-нибудь на заводе. Пришел домой, и прежде чем сам поесть, пойдет поставить кастрюлю, сварит какой-то кашки, вынесет воду, беспризорников покормит. А потом придет домой и думает, а есть ему сегодня или нет, потому что уже сил нет. Сядет вот так вот, заснет за столом, думает, завтра поем. Вот есть такие люди. А есть другие люди. Когда вы пишете, ну, когда мы выставляем какие-то посты, да, там, под сборами и тому подобное, есть люди, я сейчас уже фамилию ее не помню. Это буквально несколько дней назад было. Которые следят за постами о сборах. И когда люди спрашивают, куда можно перевести, вот такой вот человек тут же находится и звонит этому, не звонит, а пишет этому человеку в личку. То есть человек не знает, куда, ну, не хочет рыться, карту искать или тому подобное, или там какие-то расчетные счета. Этот человек тут как тут, на пульсе. Опа, ты не знаешь, где карта? Он ему звонит в личку и говорит, я куратор, представляю приютверность, так, мол, и так, мол. Наша карта закрыта, переводите через ВК, денежки, туда-то и туда-то. Ну, слава богу, люди у нас бдительные тоже находятся. Позвонили, скрины сделали, все как положено. Это я мошенникам говорю. Так что имейте в виду, когда вы пишете, вас тоже блюдють, скажем так. Ну, в прокуратуру по этому поводу не писали. Написали просто в группу ВК, ВКонтакте. Просили, чтобы нам конкретные данные этого человека по скринам дали. Чтобы можно было написать заявление в прокуратуру. Но почему-то ВКонтакт это все на тормозах спустил. Ее просто забанили, нам никакого ответа по этому поводу группа ВКонтакте не дала. Ну, значит, посчитали, что это будет лишним или... Ну, короче говоря, таким образом. Может, ее в вечный бан туда засунули и все, не знаю. Но, во всяком случае, следите за именно тем, когда вы помогаете, следите за тем, кому ваша помощь достается. Понимаете? Дело в чем, что любой приют, любую передержку, любую организацию можно проверить. Каким образом? Если вы приезжаете в эту организацию, не один... Ну, приехали вы первый раз туда, да, там, в приют, куда угодно. Посмотрите, что там есть. Уровни могут быть разные, но это ни о чем не говорит. Кто-то только начал, кто-то посередине развивается, кто-то уже выше поднялся и тому подобное. Масштабы у всех могут быть разные. Но суть должна быть одна. А в чем заключается суть этой речи? Дело в том, что, когда вы приезжаете вот в эти вот приюты, или, как я уже говорил, организации, смотрите на то, что вам покажут. Смотрите, какое количество там животных, какие условия содержания, какой корм и тому, тому подобное и так далее. И пятое-десятое, скажем так. Через некоторое время, через месяцок-два приезжайте туда опять. И смотрите. Если там количество животных не увеличилось, или условия содержания их не улучшилось, то я вам скажу, что там только воруют. Все. Это однозначно. Я за 10 лет пришел именно к такому мнению. Я не говорю, что постоянно количество животных должно расти, но может и наоборот падать. Но условия содержания должны быть на пределе и только улучшаться. Если этого не происходит, это воровство. Одно воровство. 100% дают. Вот у нас до коронавируса было 320 собак, а сейчас 120. Почему? Ну, по определенным причинам уменьшилось количество. Но это не говорит о том, что мы воруем. Многие люди, которые приезжают, они знают нашу деятельность, чем мы занимаемся и тому-то подобное. Во-первых, то, что тяжело раненые и больные животные стали отнимать больше времени и терраса. Во-вторых, благосостояние людей после коронуса упало. А вместе с этим благосостоянием упали и пожертвования. Вот в чем дело. Почему может опускаться уровень по количеству питомцев, находящихся в приюте. В общем, закончу я одним. Будьте бдительны, когда оказываете помощь, чтобы эта помощь достигала цели. Если сомневаетесь в порядочности тех, кому вы доверяете эту помощь распределить, то привезите вы кормами, материалами и тому подобное. Вплоть до того, что купите этот корм и сами накормите беспризорников. Или каким-то образом этот вопрос решать. Но обязательно нужно... Я к чему призываю людей? Чтобы сами люди безалаберно не отправляли эти средства, куда попало налево-направо. Вдумайтесь, когда вы это делаете. Проверяйте, кому вы помогаете. Еще раз говорю. Потому что я не говорю о том, что приют-верность самый чудесный, и помогать нужно только приют-верность. Ни в коем случае. Помогать нужно всем. И в каждом месте есть люди, которые действительно помогают животным. Это однозначно. Но вы смотрите за правильностью того, как эти средства идут и как они распределяются. Потому что я еще раз скажу, основная масса – это бизнес, и мошенники кормятся на этом. Вот и все, что я хочу сказать. Все. Всем огромное спасибо. За то, что вы помогаете. За то, что поддерживаете. За то, что вы с нами. И за то, что меня так долго слушали. Все. Всем пока. Извините, если что не так, честное слово. Но накипело сегодня. Бывает. А на меня если накипит, это все. Это тогда разнос. Все. Всем пока. Честное слово. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.